Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Пострадала женщина на весте. Протаранил два автомобиля на встречной полосе пьяной водитель Форда на трассе Киров-Русская. Даже проходимый внедорожник не устоял. Под котельничаем слетел в кювет УАЗ, пострадала пассажирка. Многодетная мать насмерть сбила чужого ребенка. Появились новые подробности ДТП в Малмышевском районе. Увезли двух пострадавших. В Бересниках на улице Ключевой вспыхнул жилой дом. Морозный вторник заставил многих водителей остаться дома. Но без ДТП с пострадавшими не обошлось. Под котельничем вылетел в кювет водитель УАЗа. Травмы получила его пассажирка. Детали аварии в нашем ежедневном обзоре. ДТП произошло 21 декабря в 14 часов на 37-м километре дороги Котельнич. Даровской, по предварительным данным, 64-летний водитель УАЗа не справился с управлением на обледеневшем асфальте. Машина выехала за пределы трассы, скатилась в кювет и врезалась в дерево. В этой аварии травмы получила 64-летняя женщина-пассажирка внедорожника. Медики оказали пострадавшей помощь. Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку. В Нагоровском районе произошло ДТП с участием бензовоза. По предварительным данным, в деревне Шуплицы шофер также не справился с управлением. На этот раз грузовик не только съехал в кювет, но и опрокинулся. Пострадавших нет. По информации МЧС, топливо из автоцистерны не вылилось и не воспламенилось. Позже машину поставили на колеса с помощью спецтехники. В Нововятске пострадал пешеход. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу по правилам в зоне действия знаков «Пешеходный переход», но его не заметил водитель черного внедорожника. Пострадавший получил серьезные травмы, его госпитализировали. Кто виноват и каков размер наказания понесет виновный, будет зависеть от того, был ли пешеход на зебре и каков фред здоровью ему причинен. Сергей Пичугин, место происшествия. Новые подробности смертельного ДТП в Малмышском районе. Напомним, 6 декабря вечером 27-летняя девушка на ладе 14-й модели не заметила пешеходов. В итоге 5-летний мальчик погиб. Его 45-летняя мама получила травмы. Кто еще виноват в этой аварии, узнаете в следующем материале. ДТП произошло 6 декабря в 16 часов на 291-м километре дороги Киров-Малмыш-Шведские поляны. По предварительным данным, 27-летняя девушка-водитель лады 14-й модели на пешеходном переходе сбила 5-летнего мальчика и его 45-летнюю маму. Ребенок от удара скончался. В отношении вероятной виновницы аварии следователи возбудили уголовное дело. Однако прокуратура Малмышского района считает, что ДТП могло произойти из-за недоработки Дорожного комитета Кировской области. Прокуратура Малмышского района зафиксировала факт отсутствия должного освещения пешеходного перехода на месте трагедии. Пешеходный переход есть, а освещения почти нет. Возможно, поэтому девушка на 14-й не заметила маму с ребенком. Кстати, выяснилось, что на протяжении 60 километров на этой дороге не было должного освещения. В рамках надзорных мероприятий прокуратура Малмышского района дополнительно установила факт отсутствия освещения еще на 14-ти пешеходных переходах участка автодороги Киров-Малмыш-Святские поляны. Выяснилось, что за рулем 14-й тоже ехала мама. У нее трое детей, сейчас подозреваемые под следствием. Максимальное наказание за смертельное ДТП до 5 лет лишения свободы. Сергей Пичугин, место происшествия. В Вересниках на улице Ключевой вспыхнул жилой дом. Итог этого пожара. Два пострадавших подробности в рубрике «Сводка». По информации очевидцев, пожар произошел 22 декабря в 2 часа ночи на улице Ключевой в Вересниках. Загорелось деревянное здание. Полицейские перекрыли в этом месте движение, а сотрудники МЧС боролись с огнем и пытались делать все, чтобы пламя не перекинулось на соседние постройки. В итоге, по словам очевидцев, медики увезли в больницу как минимум двух пострадавших. Сейчас сотрудники ОНД разбираются в причинах пожара. Следственный комитет расследует дело об организации азартных игр. По информации ведомства, 32-летняя жительница Кирова зарабатывала на любителях поиграть в рулетку. Игровой зал с оборудованием и выходом в интернет находился на улице Чапаева. Сейчас вся техника изъята. Следователи проводят проверку. Подозреваемый грозит до трех лет лишения свободы. В Кирове на улице Северосадовой сотрудники Кировского центра реабилитации животных «Большое гнездо» и сотрудники Минэкологии поймали рысь. Напомним, эта кошка в течение нескольких дней разгуливала по улицам города, как у себя в лесу. Но специалисты вооружились сетями и изловили ее. Сейчас животные будут выхаживать сотрудники «Большого гнезда», потом его выпустят. Но уже подальше от Кирова. Сергей Пичугин, место происшествия. Сейчас сделаем небольшую паузу. Не переключайтесь. Одним ударом отправил в больницу. В Кирове осудили 27-летнего Николая Кондратьева, который на улице Грибоедова сломал нос своей бывшей. Пострадала женщина на «Весте». Протаранил два автомобиля на встречной полосе пьяной водитель Форда на трассе Киров-Русская. Зацепил зеркало у Ниссана. Киров-Чепецкая вызвала бурю эмоций у пассажиров машины с камерой мелкое ДТП. Это проект «Место происшествия». Мы продолжаем. В Кирове осудили 27-летнего Николая Кондратьева, который на улице Грибоедова сломал нос своей бывшей. Инцидент произошел еще 7 июля этого года. Мужчина одним ударом уложил подругу Ольгу на асфальт. Девушка выжила. Благодаря только чуду, в момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. С виду это был обычный разговор. Но, как выяснилось в суде, конфликт между Николаем и Ольгой произошел на почве ревности. Девушка шла вместе с детьми. В это время Кондратьев поджидал ее у подъезда. В итоге пара фраз. Один удар и женщина падает на ограждение. А потом на асфальт. На повторе видно, что это была далеко не пощечина. И Николай явно хотел нанести Ольге серьезные травмы. После удара он поднял женщину и что-то ей сказал. В этот момент кровавую мать заметил маленький сын. Мальчик испугался, что у мамы течет кровь из носа и закричал. Николай тут же скрылся с места происшествия. Парень прохожий помог Ольге подняться и вызвать скорую помощь. Надо сказать, последствия этого удара могли быть гораздо печальнее. Потерпевшей можно сказать повезло, что она сначала ударилась спиной. Ведь после такого удара и последующего падения на асфальт, она могла удариться затылком, а бордюр и просто погибнуть на месте. Потерпевшую Ольгу медики доставили в травмобольницу. У женщины зафиксировали перелом носа и ушибы. В течение суток личность Николая установили. Мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное подчинение легкого вреда здоровью». Известно, что ранее Николай был судим. Уже в суде Кондратьев принес свои извинения, возместил Ольге моральный вред. В итоге за сломанный нос бывшей подруге ему дали 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу. Михаил Вагин. Место происшествия. Протаранил два автомобиля на встречной полосе пьяный водитель Форда на трассе Киров-Русская. Хмельной шофер на повороте не удержал свой внедорожник и выехал на встречную полосу. Момент ДТП в рубрике «Видеорегистратор». На трассе Киров-Русская пьяный водитель Форда «Маверик» ехал зигзагами и на небольшом повороте выехал на встречную полосу. Протаранил кроссовер Сузуки и Ладу Веста. По данным ГИБДД, пострадала женщина-водитель Весты. В Кирово-Чепецке вызвало бурю эмоций у пассажиров машины с камерой мелкое ДТП. Водитель Сузуки не рассчитал маневры и зацепил зеркало у Ниссана. Вот идиот, а! Давай тихо, тихо, не кричите, не кричите, не кричите. Зеркалом зацепил вот этот придурок. Забыли, как проезжать перекрестки без светофора таксист на Рено и водитель Лады Веста на пересечении Спаска и Свободы. Оба ехали и даже не притормозили, чтобы убедиться в безопасности маневра. Красавчика на кроссовере наблюдали очевидцы на улице Московской. Он опасно повернул налево через двойную сплошную линию разметки. Видимо, хотел отметить Новый год в травм-больнице пешеход на улице Горького. Он смело перешел дорогу в неположенном месте. На улице Кольцова гонщик на БМВ едва не въехал в попутный пол и чуть не сбил бабулю на обочине. На повторе видно, что водитель Фольксвагена вовремя заметил БМВ и не стал поворачивать. Михаил Вагин. Место происшествия. И в заключении выпуска рубрика «Без происшествий» слово Илье Кошкину. Всем привет! Меня зовут Илья Кошкин. Это рубрика «Без происшествий». Сегодня мы решили проверить один миф. Многие люди думают, что менять стекло в автомобиле лучше в летний период, потому что зимой клей плохо сохнет и в машине может появиться течь. Мы выясним, правда это или нет. У нас есть три образца для испытаний. Это окрашенный металлический профиль, имитирующий кузов автомобиля и куски стекла. Первый кусок стекла мы склеиваем и оставляем в помещении. Второй образец точно так же склеивается и выносится на улицу в сугроб. Посмотрим, как он поведет себя там. Ну и третий образец после склеивания попадет в резервуар с водой. Таким образом мы проверяем, влияют ли погодные условия на качество склеивания материалов. Оставим все три образца в своих условиях на 24 часа. Итак, сутки прошли, проверяем результат. Присоединяем трос к металлическому профилю и пробуем разорвать. Первый образец, который сушился в помещении, не разорвался и прошел испытание. Второй образец даже после сугроба выдержал нагрузку и так же прошел испытание. Ну и третий образец, как бы это странно ни звучало, после сушки в воде показал отличный результат. Качественный полиуретановый клей, которым пользуются мастера, создан с учетом климатических условий в нашей стране. Поэтому после правильного нанесения и сушки на клеевой слой не влияет ни пониженная температура, ни влажность. Гораздо важнее то, как подготавливается поверхность и в каких условиях производятся работы. В сервисной зоне должна быть хорошая вентиляция, так же должно быть тепло и сухо. Если все эти условия соблюдаются, стекло не отклеится после установки и будет служить вам долго. Ну что, миф разрушен. Все три образца прошли испытание, поэтому стекло можно клеить в любое время года. Меня зовут Илья Кошкин. Это рубрика «Без происшествий». Как с нами связаться? Все очень просто. Наша почта – mpkirovsovakoinbox.ru Если вы сняли интересное видео, присылайте его нам. Возможно, именно ваши кадры помогут наказать виновных и добиться справедливости. С вами был Михаил Вагин. Это был проект «Место происшествия». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok